Так, что у нас здесь? Не, ну, если это мастодонт, или просто, может быть, кто-то переигрывает, это достаточно плохенько показано. То есть, в принципе, я всегда говорю, что это тот случай, когда видно по посадке, что рубки не будет. То есть, когда человек сидит, вот это все отклеено. То есть, вот я сейчас беру гитару, я понимаю, что это становится какой-то инструмент реально чужеродный. Есть такие фотки в нэте, когда гитаристы стоят типа с лизняками какими-то там, типа. Вот это то же самое. То есть, ощущение, что ты какую-то хрень неудобную взял в руки. Как будто, я не знаю, у меня еще под рукой есть неудобная. Штатив, да, у меня стоит штатив. Реально, как будто я взял какую-то колченогу хрень, типа, что с ней делать. И вот эти вот люди, да, которые, у которых гитара, как говорится, не взяли в руки чуждые инструменты. Вот это как раз классический пример, да, что он все неправильно. У него баланс неправильный, у него будет зажиматься плечо. Он там подевался каких-то напульсников, непонятно зачем. То есть, у него гитара наклонена, в принципе, в неправильную сторону, вот сюда. То есть, получается, у нее никогда не будет нормальной опоры. То есть, если гитара отпустит, так вот, она тут же у него будет сваливаться сюда вперед. А гитара держится исключительно вот так. Она как бы анатомически, даже хоть у нее и форма не совсем такая аэродинамическая, все равно это вешается вот так вот. Делается вот таким вот образом, и все, типа, вот они ручки, типа, гитара на расслабоне лежит. А то, что он делает, вот это у него будет вот такой вот сюда. Левую руку он будет нормально не видеть, всегда будет вещный хлеб, всё будет просто фонить, указать на пальцах, что получается левый руку, то есть, когда гитара так Потому что, когда мы, допустим, гитару так ставим, то для левой тоже комфортно. То есть, чел просто не понимает, у него нет технического такого гитарного слуха, да, чтобы сыграть, что он там пытался. Какую-то такую там бурду стандартную трешовку. То есть, это он не потянет, абсолютно. Да, ну, как видите, всё прогнозируемо, то есть, всё время Здесь всё вслёт, потому что позиция неправильная, то есть, он не знает, что надо опираться снизу на гриф в таких ситуациях, а не так дальним пальцем, то есть, шляпач, просто шляпач слэшивый. Всё хаванное, вот это вот, типа, что он пытается там всё равно-то нечёткие, невнятные, недоигранные. То есть, он, видимо, из тех, кто пытался сразу, типа, торопиться, потому что это вот, когда, допустим, люди играют пассаж, да? И вот, когда проходит человек, типа, там… У меня же самое смешное стало, даже что похоже изобразил тебя. То есть, когда они табов насмотрелись, они запомнишь, типа, там, 5, 7, 8, 5, 7, 5, 7, 8, там, что-нибудь. И они играют не так, что они, типа… Такие штуки нужно отрабатывать именно прям… Что ты прям понимал? Что ты именно играешь? Что такое чувак подумал? Типа, а, я больше… И как бы… Вот так вот всё это получается. Когда такие ребята лезут наверх, то есть, куда-то, типа, там… Это… Крах усиливается вдвойне, просто. Потому что, по кусательным штурам некоторые ещё играть труднее, они просто не чувствуют всё начинать… Ну, то, что вы сейчас слышали. То есть, скреботня по ушам жуткая. Бедный дядя, ещё такой взрослый, то есть… Куда он эти годы все просадил? Ну, как бы… То есть, это… Вот… То, что… Помните, на прошлом стриме человек кидал видос, типа, что он играет, по-моему, год на гитаре. Там было круче. То есть, там Рип Каруфа была круче намного. А тут дядя играет, наверное, гитару лет 50, но всё ушло в никуда. Ничего не понял. То есть, он реально… Каждый раз человек берёт гитару, неудобно. Он же видит потом, допустим, свой видос, хоть как-то. Ну, человек не может сказать, что ты тут нормально. Потом открываешь, допустим, какую-нибудь Ричи Констан, который сидит, типа, там… Ай, Амли Чикатсон, типа, я щас там покажу какую-нибудь гамму. И просто всё берёт, там, поливаются, телефон расслабонят, и так далее. И столько других чуваков, которые сидят, всякие, там, нормальные гитаристы. Вот у них всё комфортно. Они там всё… Валят там… То есть, всё это, как бы, играет прекрасно. А чувак мучается, и почему он не понимает? То есть, то ли это какой-то IQ, то ли что это… Почему за столько лет он не может понять, что у него шляпа с игрой гитарной. Ноль злости. Ноль какой-то души. Ноль техники. Ничего не получилось. Ничего не смог. Все годы… Типа, сейчас он шёл, как играть, там, какой-то риф. Не можешь, ты шёл, ты можешь только испортить всё, потому что те, кто тебя посмотрят, начинающие же самые, они могут сесть так же, начать играть такую же возьмё, и думать, что вот это вот… Какая-то чавка. Ты же как делаешь? Ты, наверное, на студии берёшь просто половину струн снимаешь, или как из Лайданг налибливаешь какие-то бесконечные бумажки там себе. Но ты же не можешь сыграть вот этот свой собственный риф, который просто там… Вот тебе чувак сидит, просто вот я, и тут же повторяет, только намного круче и мощнее. То есть, куда ты вот эти годы все делал? Что ты делал? И к тому же, если что, ты придумал супер какой-то риф, то есть вот это то, что ты наковырял там… Такое ковыряют все на риф базах. Таких, мне кажется, треш команд в одном только СССР было 500 штук. Все это типа… Все всю жизнь играют. В этом нет какого-то крутого там сонграйтинга, ничего, нет. То есть, ну что ты дальше будешь творить? Я думаю, это неправильный момент, чтобы показать многих людей, как я видел. Он играл в много разных способах на ютубе. Я подумал, что я покажу вам, кто не знает все какие-то маленькие ноты. Как это делать? Вот мы идем. То есть, people посмотрят молодые парни, сядут с гитарами, типа, вот там мой кумир и будут это вот… Что ты сыграл сам? То есть, ты понимаешь хоть примерно, хоть что-то там, какие-то ноты вообще? Что это такое? Зачем ты передавливаешь квинт? У тебя же они не строят. Ты не слышишь, что все расползается? Что ты скрипешь там? Почему у тебя скрип? Почему у тебя противопрятные пальцы? Какой шок? Какой people? Я не знаю. Просто порча какая-то. Просто порча. Все. Надо вырубать это, чтобы не распаляться. Адский кошмар просто. Рыбу почистил. Да, это типичная, абсолютная, как бы, чистка рыбы. Вот прям классика. То есть, вот просто… Все почистил. То есть, но на гитаре сыграть не смог. Simple Ride. Да, это классический Simple Ride. То есть, мастодон… Просто они, может быть, слишком много времени проводят вместе с собой, как бы, с гитарой. Ну, то есть, и друг об друга вот так вот… Друг об друга так портится. Да, там же один, как бы, другого-то чувака… Бред Хайнс какой-то там… Как его звали. Там вообще просто… Ну, в имеет ли попадал. И вот, по-моему, второй такой же. То есть, они сидят друг с другом, типа там… Ну, что, брат, поиграем? Да, давай. Кто-то лучше насрёт. И второй такой же, там тоже что-то… И думают, что типа, вау, мы там рокеры, все в татуировках, вообще злые, мясные, бородатые и так далее. Ну, что такое за стыд вообще? Да. Да.